Наталья Гуменёк, руководитель Объединённого пресс-центра Силы обороны Юга. Здравствуйте. Добрый вечер. В СОО освободили около 500 квадратных километров на Юге. О каких населённых пунктах вот сегодня уже можно говорить? Мы провозгласили именно название пяти населённых пунктов, хотя всего у нас на счету 13 населённых пунктов, которые мы деоккупировали. Мы говорим о том, что сегодня уже известно Высокополье, Сухой Ставок, Миролюбовка, Белогорка и Нововознесенская. Это пять населённых пунктов, в которых уже идут активные мероприятия по зачистке, по разминированию, по проведению мероприятий по противодействию диверсионным группам. Поэтому в нашем случае мы можем только предупредить людей о том, что враг не дремлет и продолжает авиационные и артиллерийские удары и по этим населённым пунктам тоже, поскольку артиллерия и авиация ещё пока туда достают. Вот на освобождённых территориях как люди встречают наших военных? Конечно, встречи очень трогательные, очень чувственные, очень проникновенные, поскольку люди так долго находились в оккупации. Многие потеряли веру, они говорят открыто, что уже не надеялись на то, что когда-нибудь это свершится. Но с появлением сообщения о том, что началось контрнаступление, о том, что наши силы активизировались, люди снова поверили в то, что их ждёт нормальная жизнь и были готовы держать кулаки и пережидать в укрытиях даже несколько суток для того, чтобы дождаться наших военных. Антоновский мост в Херсоне. Вот что с ним на сегодняшний день? Может ли проехать там вражеская техника? А вот оккупанты рассказывают, что он проездной. Да, конечно, при этом обозначая, что можно проехать по нему с большим риском для жизни. То есть это такой аттракцион невиданной щедрости со стороны оккупационной власти, которой никого не жалко, кроме себя. Тем не менее, даже сами они не эвакуируются по этому проездному в кавычках мосту, а используют для этого альтернативные способы переправки, как понтонные, паромные переправы, баржи, катера. И успели уже до этого момента эвакуировать свои семьи и всё самое ценное. Причём забывают сами вернуться. Те, кто вступили в коллаборационную связь с оккупационной властью, под видом эвакуации своих семей, своих близких, выехали с оккупированной территории и не возвращаются туда. То есть информация, что оккупанты оставили стратегически важный населённый пункт Киселёвка в 15 километрах от Херсона. Могли бы вы подтвердить эту информацию? Я не подтверждаю эту информацию. Во-первых, потому что мы снова обращаемся с тем же призывом, что работа вооружённых сил, работа сил обороны должна сопровождаться информационной тишиной. Очень сильно нам вредят те, кто называют себя партнёрами, провозглашая такие новости. При этом усиливая вражескую атаку по мирным жителям, которые находятся в этом населённом пункте, и по тем подразделениям, которые работают над тем, чтобы деоккупировать населённый пункт. Ещё раз повторю, что вооружённая атака — это очень серьёзное и большое противодействие в условиях такого контрнаступления, в котором мы сейчас участвуем. Поэтому необходимо учитывать, что в информационной войне преждевременно оглашённая информация тоже является оружием, применённым против нас. Тогда следующий вопрос. Цвет настроения белый. Подразделения оккупантов на юге пытаются вести переговоры с вооружёнными силами Украины о сдаче оружия, о сложении оружия. Об этом вы сообщали накануне. Насколько массовое такое явление? Явление достаточно массовое. Конечно, не перебивает своей мощностью Харьковское направление. Там это явление ещё более ярко выражено. У нас немножко другой стиль ведения боевых действий. У нас немного другие условия, в которых мы находимся. Поэтому ещё раз обращусь ко всем. Не нужно сравнивать, как быстро всё прошло на Харьковщине, почему так долго тянется Херсонщина. Разные участки фронта, разные силы противника представлены, разные стратегии применены. Поэтому нужно относиться с пониманием к той работе, которая сейчас ведётся, и дождаться её окончательных результатов. А цвет настроения врага мы поддерживаем. Он, в принципе, соответствует их флагу. И в одной из информационных листовок, которую мы им предоставляли, мы их так и обучали. Отрезать лишние цвета, оставить белый и перейти под юрисдикцию международного гуманитарного права. Ну вот также у оккупантов в этом сезоне в тренде гражданская одежда. Есть информация, что они ею запасаются и готовятся к бегству. А вот также отбирают у местных жителей транспорт. И даже велосипеды. Можете это подтвердить? Да, есть такая информация. И мы наблюдали ситуацию, когда в том же восточном направлении, на Харьковщине, они пытались с помощью велосипедов по сухопутью добраться до государственной границы. И умыкнуть, как говорится, от расплаты, от наших войск. В нашем случае, конечно, им понадобятся водные мотоциклы скорее и катамараны. Но предупреждаю, что транспортные артерии мы все-таки держим под огневым контролем. И даже такая небольшая цель, как катамаран, нашему оружию и нашим артиллеристам по глазу. Есть еще надувные матрасы, да, можно. Но, тем не менее, оккупанты, они все равно готовятся к обороне Херсона. Что они предпринимают для этого? Они пытаются установить кольцевую оборону, уплотнить блокпосты, усилить патрулирование. Продолжают подворовые обходы, выявляют активистов, людей, причастных к движению сопротивления. Они пытаются кучковать местное население вокруг своих объектов для того, чтобы использовать их как живой щит. Но мы очень признательны херсонцам, которые сознательно отнеслись к нашим предупреждениям и сознательно подошли к этому. И не оставляют шанса оккупантам использовать себя как живой щит. Они рассредоточились по городу, и им их очень тяжело собрать. А вот какую функцию выполняют отряды кадыровцев в Херсонской области? Вот что они делают? Ну, понятно, что видео снимают для ТикТока. А что еще? Да, так называемые войска подтанцовки, которые находятся на удаленном участке фронта, там, где даже не достигает огневой контроль наш, поскольку они опасаются этого уж больно элитные войска. Они больше используются как упредительные отряды, которые не позволят передовым подразделениям, которые брошены сейчас на передовую в оккупационных войсках, развернуться и идти назад. Хотя очень много вопросов возникает, какой же русский мир кадыровцы принесли на нашу землю. Появилась информация, что смерть предателей Скаховского района Гура оказалась инсценировкой ФСБ. Вот так ли это и для чего был этот спектакль? Ну, есть множество элементов, которые применяются в составе информационно-психологических операций для того, чтобы произвести максимальное воздействие на воображение и сознание врага. Поэтому такие операции возможны, и они, в принципе, дают свой результат. В Херсоне, в квартире коллаборантки, которая возглавила Херсонский государственный университет, случился взрыв. Охранник погиб, она в тяжелом состоянии. Эту информацию можете подтвердить? Есть такая информация, да, которая распространяется оккупационной властью. Мы не имеем отношения к силы обороны Украины, не имеют отношения к этому инциденту. Поэтому, соответственно, и провозглашать каких-то результатов не можем в отношении него. Если будет известно о том, кто стоит за этим инцидентом, тогда официальные источники об этом сообщат. На данный момент мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту ситуацию. Есть очевидные факты. Но задумайтесь сами, сколько ректоров университетов в свободной Украине имеют охрану и зачем они? На Херсонском направлении 810-я отдельная бригада морской пехоты из Севастополя потеряла 85% личного состава. А вот остальные военнослужащие отказываются возвращаться в зону боевых действий. Какие вообще потери у врага сейчас? Потери достаточно серьезные. Мы говорили, подводя итоги двух недель активных наших действий, о том, что враг потерял практически полк на территориях только Южного фронта. Это 1808 расистов было уничтожено нашими силами. А в том, что у них происходят такие развалы подразделений, это нам известно абсолютно достоверно. У нас есть на руках списки, поименные списки личного состава, которые самостоятельно оставили воинские части, оставили места несения службы, оставили боевые позиции. И сейчас их местоположение не установлено ни их командирами, ни нашими силами и средствами. Поэтому мы продолжаем систему работы по деморализации оккупационных войск, поскольку это тоже один из результатов, когда они складывают оружие и не желают воевать. Тем временем российская армия активизировала присутствие своих кораблей в Черном море. Вот сколько вражеских судов сейчас там находится, какое вооружение на их борту? Активизацию тут правильно нужно тоже понимать и рассматривать, поскольку осознавая уязвимость свою, когда нет возможности у них восстановить присутствие поближе к берегам Южного, поближе к южным берегам Украины, поскольку у них нет надежной защиты противовоздушной обороны, на которую они рассчитывали на острове Змеиный. Там все уже свернуто, причем свернуто от слова свернутая шея. И также развернутые комплексы на Крымском побережье недостаточно укрывают корабельную группировку в Черном море. Поэтому они держат там только четыре ракетоносителя надводных, которые угрожают всей Украине 32 ракетами типа «Калибр». Это очень серьезная угроза, потому что оружие высокоточное и может быть применено, в том числе, как и в предыдущие дни было применено по критической инфраструктуре Украины. Поэтому игнорировать сигналы воздушной тревоги ни в коем случае нельзя. А остальные корабли группировки трусливо прячутся за мысом Тарханкут, потому что могут быть поражены ракетным вооружением украинских сил обороны. Наталья, спасибо вам огромное за оперативную информацию. Я напомню, Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Юга, была с нами на связи.